Всем привет! Вы на канале о вязании и сегодня я вам покажу свою новую коллекцию куколок, которых связала за последнее время и надеюсь вам будет интересно. И первое это вот такая куколка-розочка. Это моя авторская работа, на нее есть мастер-класс, подробности в описании под видео. И вот здесь я ей сделала такую красивую прическу. Вот здесь можно прикрепить маленькую розочку-заколку. Смотрится очень красиво. И вообще у меня была идея создать куколку-цветочек, чтобы ее платье напоминало перевернутый цветок. Вот думаю получилось передать этот эффект. Вот здесь как будто листики под бутоном. И получилась такая принцесса-розочка. Вот здесь такие детали. И также ей можно розочку дать в ручки. А эту работу я вязала по мастер-классу Олик Аск. Вот она не помещается полностью в кадр. Это настоящий шедевр. Я бы никогда сама не догадалась, как вязать все эти детали. И вообще я безумно люблю балет. И эта балерина как раз символизирует мою любовь к этому виду искусства. Вот у нее такая интересная прическа. Еще можно было украсить ее цветочками. Здесь вот так на спине закрепляется платье. И вообще мне нравится, как получилась сама пачка. Очень хорошо держит форму. И вот здесь ножки пришиты таким образом, чтобы балерина могла, например, сесть на шпагат. Но только на поперечный, на продольный не получится. И еще, конечно же, меня восхищают пуанты. Они съемные. Сзади завязываются на бантике. И мне очень нравится, что получилась вот такая аккуратная, утонченная балерина. И все следующие работы уже придуманы мной. И этот набор состоит сразу из двух персонажей. Из маленькой морской куколки и крабика. Мне хотелось создать образ маленькой девочки, которая очень любит море. Вот у нее даже такая шляпка в виде кораблика. Он, конечно, снимается. И прикрепляется с помощью булавки. Я сделала ей такую несложную прическу. Мне очень нравится челка. Здесь вот такие детали. Мини-туфельки тоже, кстати, снимаются. И по стилю куколка мне напоминает Sailor Moon. И еще у нее есть друг. Вот такой милый крабик. Мне хотелось максимально просто связать краба без всяких сложностей и с минимальным количеством деталей. Вот он может стоять. Я ему связала вот такие клешни. Сбоку связала маленькие лапки. И сделала ему вот такие забавные глазки. Сами винтики пришлось вкручивать в два слоя петель. И при этом они без заглушек, потому что их просто некуда вставлять. И на этих персонажей у меня также есть мастер-класс с пожаковыми фотографиями. Этой куколке я решила дать имя Лили. Она получилась уже немного в новом стиле. Я ей сделала вот такую челку. И сделала два хвостика. Это уже новая прическа. Раньше я такую не делала для своих кукол. И у нее уже есть целый комплект аксессуаров. На ножках вот такие туфельки. И в этой работе я сделала так, чтобы у нее была съемная одежда и обувь. И чтобы куколку можно было переодевать, придумывать разные наряды. Вот у нее есть такой розовый сарафан. А также вот такие голубые шортики. И такой вариант игрушки отлично подойдет в подарок для девочки, потому что куклу можно переодевать в разные наряды. Можно пофантазировать и придумать для нее другие наряды. Например, связать школьную форму или зимнюю одежду. Возможно, я когда-нибудь пополню гардероб этой куколки. И еще я связала для нее вот такой рюкзачок. Его можно надевать сзади вот таким образом. И с ним образ уже смотрится более завершенно. Для застежки я использовала бусинку, но она не пролезла в дырочку между столбиками, поэтому лучше выбрать какую-нибудь пуговку поменьше. И туда внутрь можно также положить что-нибудь маленькое. И на куколку Лили у меня тоже есть PDF мастер-класс. И заключительная на сегодня работа – это куколка Маша с плюшевым мишкой. Мне хотелось создать образ такой миленькой девочки с косичками в розовом платье с бантиками. И думаю, получилось очень ярко и мило. Тоже отлично подойдет в подарок для девочек. И туфельки у нее тоже снимаются. И особенность этой работы заключается в том, что я не вязала, как обычно, а вышивала ей волосы. Это было не совсем легко, так как раньше я ничего подобного не делала. И было немного сложно сделать все максимально аккуратно. Пробор получился не совсем идеальным. Но, в принципе, такая техника в итоге выглядит достаточно эффектно. По бокам из присоединенных нитей я завязала ей косички. И также для этой куколки в комплект я еще связала игрушку плюшевого мишку. Получился такой набор Маша и Медведь. И она может, например, держать его на ручках, если это все зафиксировать. И если хотите узнать, как связать такую парочку, переходите в мой инстаграм для приобретения мастер-класса. И на этом сегодня все. Напишите, какая работа вам понравилась больше всего. Ссылочки на все мастер-классы я оставлю в описании. И до встречи в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok